Есть у нас уже господин Ирифат Чубаров. Господин Чубаров, здравствуйте. Добрый день всем. Добрый день. Пан Ирифата, ну вот вы слышали, что я сейчас зачитал. Я уверен, что вы знакомы, наверное, и лично с генералом отставки Беном Ходжесом. Он отличается, вот его анализы всегда отличаются наибольшей оптимистичностью, что касается прогнозов и перспективы освобождения украинской земли, в том числе по вопросу Крыма. Насколько вам кажется правдоподобным такой сценарий, учитывая, что он квалифицирует его, если Запад продолжит предоставить обещанную помощь? Это что называется Big If, как у нас говорят в Штатах, большое если. Это условие, которое подразумевает, что Запад перестанет бояться красных линий Кремля. А вот красные линии Кремля, собственно, и считают Крым. Мы говорим о российском или украинском? Как мне лучше? На русско, пожалуйста, у нас, да, русскоязычная аудитория в основном. Смотрите, мне представляется, что здесь все очень логично, если Запад продолжит снабжать оружием Украину. Есть несколько факторов, которые будут позволять России контролировать и удерживать Крым. Это первое, это корабли Черноморского плота России. Поэтому, разумеется, нам нужно такое оружие, которое могло бы доставать эти корабли как на Черном море, так и непосредственно на его базе в Севастополе. И второе, это мост через Керченский пролив, который на сегодня является главной такой коммуникацией, используя которой Россия снабжает Крым, и не только уже Крым, но и Херсонскую, и Запорожские области, ряд оккупированных там районов, военной техникой. Правда, сейчас принято решение и о третьей вот такой коммуникации, или третий фактор, это строительство дороги Симферополь-Мариуполь-Ростов-на-Доно. Таким образом, если вооруженные силы Украины пересекают суходол, то есть сушу, сообщение между Крымским полуостровом и территорией России через временно оккупированную территорию юга Украины, пересекают войска суходол. Второе, это подрыв моста, но и корабли, это сложновато, конечно. И таким образом Крым становится уязвимым для того, чтобы в него вошли вооруженные силы Украины. То есть, ну вот мы слышали этот сценарий от господина Ходжеса, но вот ему, не сказал бы, что вторит, но свои две копейки, скажем так, вставляет бывший генерал НАТО Ханс Лоттер Домрезе, вот Москва вскоре поймет бессмысленность боев за невозможности захвата новых территорий. И этот чиновник, бывший генерал НАТО, ожидает прекращения огня в полномасштабной войне России против Украины в конце 23-го года. Он сказал об этом 2 января в интервью газетам группы «Функе», и об этом пишет немецкая волна радио. Армия Украины и России, по его оценкам, в ближайшие месяцы могут пойти в наступление для достижения военных целей. В начале лета стоит ожидать прекращения огня, Москва поймет бессмысленность дальнейших боев, как я уже написал. И вот он продолжает, да, наиболее реальный срок понимания об этой ситуации, по его мнению, наступит в период с февраля по май. Останется лишь возможность заключения соглашения, которое устроят обе стороны. Компромиссным вариантом, по мнению Домрезе, станет отказ президента Украины от немедленного возвращения Крыма и других временно оккупированных территорий под контроль Киева. Вот насколько это вообще может обсуждаться? Насколько это обсуждается вот сейчас и в Беджлисе, а также в Раде? Или это абсолютно табу разговоры о том, что может быть какой-то хотя бы даже временный компромисс по вопросу Крыма? Смотрите, мы сейчас с вами рассматриваем группу факторов с одной стороны, и то далеко не все. Мы говорим о нашем собственном взгляде и о ситуации, на что мы непосредственно влияем. Но мы же сейчас совершенно не говорим о тех событиях и о тех факторах, которые могут быть очень значимыми на территории, собственно, самой России. И в том числе военно-политическом руководстве Российской Федерации. А эти факторы могут быть запущены, опять же, действиями вооруженных сил Украины. И не только в крымском направлении. Есть места, которые стратегически очень важны для дальнейшего освобождения территории Украины. И сейчас там идут ожесточенные бои. Я имею в виду Бахмут. В общем, вот все эти факторы, они могут привести в действие такие события, что Россия будет не до того, чтобы предлагать или требовать какого-то перемирия. Ей придется, может быть, но спасать ее точки зрения, может быть, само существование Российской Федерации. И поэтому мне представляется, нам надо больше внимания уделять, ну, это те, от кого это непосредственно зависит, это уже военное командование украинское. Нам надо просто готовить свои планы, их реализовывать и пытаться предусмотреть последствия наших военных действий на ситуацию в самой России и вокруг России. Все, что касается каких-либо компромиссов, даже временных, и вот наподобие того, что вы зачитали, мне представляется, президент Зеленский уже как-то дал на это ответ, сказал, что любые предложения, связанные с уступкой территории, это есть трата времени излишняя, и не надо на это тратить усилия. Ну, господин Чебарев, да, по поводу того, что, собственно, Россия понимает, насколько сейчас настают критичные времена для вообще ее возможности и способности защищать Крым, собственно, мы продолжаем слышать о том, как оккупанты роют траншей, об этом вот в Твиттере, собственно, есть свидетельство о синт-аналитик Бреди Энфрик, 2 января, публиковал спутниковые снимки Крыма, где как раз видны эти траншеи, давайте посмотрим. В недавних спутниковых снимках видны окопы, вот вы видите, даже в желтом обозначенные, сделаны российскими войсками в Северном Крыму. Эти позиции были сооружены в течение последнего месяца и находятся примерно в 10 километрах от Херсонской области. Вот как вы в целом оцениваете сейчас ситуацию в Крыму, продолжаются происходить там абсолютно непонятные такие события, да, хлопки, Джанко, Евпатория, Севастополь и так далее, собственно, как, что, собственно, сейчас происходит? В первую очередь Россия действительно озабочена защитой и прикрытием тех военных объектов, которые представляют значимость с ее точки зрения для обороны Крыма. Это, прежде всего, ракетно-зенитные комплексы, которых установлено немало на западе Крыма, вот выше Евпатории и в сторону Черноморского, Раздольнинского. И, кстати, оттуда запускаются ракеты на территорию материковой Украины. Кроме того, действительно сооружаются фортификационные сооружения, и вы сейчас показали часть Северного Крыма, это те места, где я, кстати, вырос. У меня такое ощущение, я немножко, в общем-то, хорошо относился к предмету школьному истории, и вот такое ощущение, что они повторяют линию защиты 1920 года, так называемые Ишунские позиции, когда вот белые выстраивали там укрепления для того, чтобы не ворвалась Красная Армия. Но, в принципе, эти все места и есть таким входом на территорию Крыма, если уже говорить серьезно. Но не думаю, что именно эти сооружения остановят вооруженные силы Украины. Мне представляется, что эти фортификации больше для, ну, такой демонстрации, может быть, там даже есть освоение денег, мне трудно судить. Все-таки, с моей точки зрения, но об этом пусть лучше более конкретно высказываются военные, это все-таки Черноморский флот России, Крым, они считают, находится под защитой военных кораблей. Это коммуникации в виде моста и в виде вот того отрезка дороги, который сейчас они проложили в связи с оккупацией части Запорожской и Херсонской областей Украины. Как только эти вот факторы будут решены, то мне представляется, ну, позиции российских оккупационных войск Крыму будут крайне ослаблены. И тогда все-таки уже Россия будет исходить из всего театра военных действий, а не только желания сохранить Крым. Хотя, конечно, собственно, значимость Крыма для непосредственно политического руководства России, в частности, самого Путина, эта значимость, они придают очень большое значение сохранению Крыма, поскольку на этом, в общем-то, и начиналась вся вот эта военная республика по захвату Украины. Пан Арафата, ну вот мы слышали, что путинский режим не переживет сдачи Херсона, пережил. И вот возвращаясь к такой базовой теме сдачи Крыма, когда главной скрепи, главного мобилизационного фактора, начиная с 2014 года и так далее, главного приобретения и подарка Путина своему народу, переживет ли путинский режим сдачу Крыма? Путинский режим, не только путинский, вообще, мне кажется, Москва не сможет пережить тогда, когда станет реальной угрозой существованию России в ее нынешних границах. И поэтому мы должны, ну мы и мне представляется, к этому тоже есть очень существенные причины внутри самой России. Необходимо, чтобы вот с точки зрения Москвы эта угроза увеличивалась, угроза дезинтеграции России. Но если исходить уже со стороны Украины и наших международных партнеров, то дезинтеграция России для нас есть не угроза, а для нас есть гарантия неповторения, но в будущем вот таких агрессий, которые осуществляла Москва в 21-м столетии. Таким образом, мне представляется, нам всем надо работать не на закрепление результатов российско-украинской войны только лишь территориальной целостностью украинского государства, что чрезвычайно важно, и мы это сделаем, но еще найти закрепление в международных документах, закрепление гарантий неповторения в будущем. И вот этими гарантиями является раздел России, извините. Папа Анариафата, мы читаем о том, что во временно оккупированных России генические и скотовские заметили надписи с напоминанием российским захватчикам, что украинцы никогда не подчинятся. И освобождение полуострова состоится уже в ближайшее время, вы видите эти наклейки. Об этом пишут активисты движения сопротивления «Желтая лента». Вот такие вот наклейки были расклеены во временно оккупированных городах с надписями в том числе «Генический украинский город», «ВСУ здесь», «Генический скадовск» продолжают бороться против расшиста и так далее. То есть видим, как бурлит там общественное сознание, и есть определенные знаки того, что есть и партизанское движение. Вот какую роль здесь занимают крымские татары, какая часть их остается активно проукраинскими. Мы знаем, что есть факты задержания, постоянных задержаний и допросов ваших соотечественников. Как обстоит ситуация с этим сейчас? Для всех очевидно, что на протяжении более чем 8 лет оккупации Крыма, именно крымские татары и их сопротивление являлось свидетельством несломленности значительной части населения Крыма, их преданности украинскому государству, десятки и десятки резолюций, принимавшихся на различных международных площадках, как Совет Европы, на Европарламент, а также Генеральная ассамблея ООН, ежегодная резолюция о правах человека в временно оккупированном Крыму. И мы знаем, что среди более чем 138 политических заключенных, которые отбывают незаконные увязнания, лишения свободы в российских тюрьмах, подавляющее большинство крымские татары. Крымские татары являются в определенной мере, ну не только крымские татары, этнические украинцы, разумеется, люди других национальностей, они являются олицетворением неприятия российской оккупации. И самое главное, они как раз и гарантируют то, что цель, поставленная Москвой, включение Крыма якобы навечно в состав России, является несбыточной целью. И чем ближе вооруженные силы Украины будут приближаться к Крымскому полуострову, тем разнообразнее и активнее будут формы сопротивления крымского населения. Панарфаты, вы уже упомянули о том, как продолжаются просто жесточайшие сейчас бои за Бахмут. И мы знаем, что из числа крымских татар сформированы отдельные спецподразделения под названием Крым. Оно входит в ряды гур Министерства обороны. И вот они как раз и воюют сейчас на бахмутском направлении. Что вы сейчас скажете про работу, что вы можете нам рассказать про работу этого спецподразделения, если можно, какие-то детали? Ну, очень мало, потому что я исхожу из того, что эти профессионалы работают таким образом, чтобы, ну, скажем так, как можно меньше им мешать. Я думаю, что не думаю, я просто знаю, и придет время, когда сами герои расскажут о тех событиях, в которых они принимают участие. Могу только лишь сказать одно, что мы пытаемся максимально помогать всем, ну, крымским людям. Мы здесь пытаемся не делить, где крымские татарины или люди других национальностей. Как только мы узнаем, что уроженцы Крыма или жители Крыма, которые покинули оккупированный полуостров и сейчас находятся в рядах вооруженных сил Украины или специальных подразделениях, мы им пытаемся помочь в их вот вратном деле. Кроме батальона «Крым» есть еще подразделение в одном из батальонов сбройных сил Украины, где есть заметное количество крымских татар, этнических украинцев, уроженцев Крыма. Но они тоже сейчас проходят боевое сложение. Есть достаточно много крымских людей в различных подразделениях вооруженных сил Украины. Мне бы очень хотелось, чтобы тот момент, когда уже вооруженные силы будут непосредственно входить в Крым, чтобы вот в тех подразделениях, которые первыми будут входить, как можно больше было бы крымских людей. Они лучше знают ситуацию, они лучше там знают людей, но и потом они просто заслуживают это вхождение в Крым тем, что сегодня вместе со всеми защищают наше государство. Пан Айрафадо, я хотел бы в оставшееся время, если вы не против, коснуться тем международного аспекта, я сейчас говорю про наших южных соседей через Черное море, это Турция, разумеется, очень братский народ крымского, крымско-татарского народа. Я знаю, что вы поддерживаете тесные контакты и с парламентариями, и с политиками. И вот мы знаем, что, если я не ошибаюсь, к июню, пока еще точно даты нет, но должны состояться и президентские, и парламентские выборы. На третий срок идет Реджеп Таип Эрдоган, турецкий президент. Вот как вы считаете, насколько выгодно Украине, чтобы Эрдоган остался в власти, если уже так поставить вопрос ребром? И как вы в целом оцениваете позицию Турции за время, за все время войны? — Позвольте, я уйду от прямого ответа на ваш вопрос, но замечу только лишь одно. Нет, там просто действительно сейчас идет... Турция является демократическим государством, кто бы не имел бы какое мнение о сегодняшнем политическом режиме Турции, но там все основные демократические институты и процедуры соблюдаются. И сейчас турецкая общество действительно входит в период предвыборной такой кампании. Она еще официально не началась, но уже в обществе многое обсуждается. Будет очень сложная борьба, это я сразу говорю, я не ухожу, в общем-то, от обсуждения этой темы. Будет очень сложная борьба, и Турция неоднократно показывала, что тот выбор, который делает ее общество, он всегда принимается всем населением этого государства. Я знаю одно, и об этом утверждаю, что среди тех, кто реально претендует, ну, скажем так, на победу на должность президента, а также среди лидеров политических партий, которые обязательно преодолеют барьер и будут иметь своих депутатов в парламенте Турции, нет ни одного политика, который бы исповедовал бы, извините меня, пророссийские взгляды или настроения. Все турецкие политики, которые в той или иной мере способны оказывать влияние на внутренние процессы в Турции, на ее внешнюю политику, они являются симпатиками украинского государства, они поддерживают территориальную целостность украинского государства. Но при этом, панель Афатов, все-таки мы видим, что Турция во многом помогает российским тем же, ну, будем говорить, бегущим от войны, российским бизнесменам, с альтернативными платежными системами, да, в обход SWIFT, с которого была значительная часть банковской российской системы отключена и так далее. То есть идет все-таки определенное балансирование, да, интересов давнишних экономических с Россией и, разумеется, вот тоже железного понимания в политикуме Турции, что Крым – это Украина и что Украина должна остаться как независимое суверенное государство. Конечно, это полностью отвечает интересам турецкого государства. Какие бы оно временные конфигурации не принимали бы отношения между Турцией и Российской Федерацией, я заверяю, что в турецком обществе, как и в интеллектуальной ее части, так и в других составляющих, скажем, среди военных, есть четкое осознание, что Россия никогда не была другом Турции, никогда не будет. Ну и вот тогда, что вы скажете по поводу вообще использования россиянами вот такой мягкой силы посредством СМИ, посредством все-таки агентов влияния, это имеет место в целом ряде стран Европы. И мы знаем, что вот буквально «Европейская правда», недавно я читал аналитическую статью, где автор обозначает, что Российской Федерации в Турции, собственно, и нет необходимости проводить никакие информационные операции с ботами, троллями, вбросами в соцсети, потому что информационное пространство Турции и без этого буквально просякнуто, пропитано, я просто перевожу сейчас с украинского, пророссийскими нарративами, в том числе, учитывая сильные антизападные настроения в Турции. Так, у нас небольшие неполадки связи, сейчас будем возобновлять связь с Эльфаром Чубаром, и вот как раз закончим с ним нашу беседу сегодня с обсуждением темы того, как Россия работает информационно в Турции с тем, чтобы влиять на общественное мнение. Разумеется, все помним, как скандировали пропутинские слоганы турецкие футбольные фанаты этим летом, это было, да, вызвало целый ряд недоумений здесь. Окей, пан Эльфар, мы с вами возобновили связь, да, по поводу того, вот, заявления, что благодаря антизападным настроениям России, собственно, не нужно сильно напрягаться. В информационном пространстве все-таки есть пророссийские настроения, и насколько они нам вредны? Ну, Россия всегда пытается, и часто ей удается использовать определенные разногласия между союзниками, я считаю Турцию и, скажем, Соединенные Штаты Америки союзниками, поскольку, по крайней мере, они оба состоят в одном блоке в военно-политическом НАТО. Разумеется, вот, ну, те трещины, которые в взаимоотношениях, их переделать какие-то более широкие такие пропасти, это мечта российской пропаганды, и тем не менее я хочу сказать о том, что все это, вот когда мы говорим о Турции, все это может носить только лишь временный успех. Хотя, конечно, я согласен с теми политиками, которые говорят о том, что противодействие российской пропаганде и российскому влиянию, в том числе через подкуп местных журналистов, местных политиков, для Турции является, в общем-то, насущной такой проблемой и задачей. А как вы оцените вообще попытку Путина все-таки подкупить турецкий политик, участие Эрдогана, дав им такой карт-бланш на севере, на курдском севере Сирии? Вы знаете об этой ситуации. Эрдоган давно уже желает разрешить курдскую проблему там. И Путин, собственно, вот, я не знаю, насколько реально, вот, реальный такой компромисс, и чего Путин может ждать в качестве компенсации за такую уступку? Ну, я думаю, что Путин сегодня больше уже озабочен не столько тем, чтобы как реализовать те цели, которые, ну, скажем, им провозглашались, ну, хотя бы в ночь с 23 на 24 февраля. Я думаю, что, но он не настолько уже потерял разум, чтобы не понимать, что эти цели уже абсолютно недосягаемы. Путину теперь необходимо думать о механизмах, способах, в общем-то, извините, сохранения собственной жизни, если возможно, продления собственных полномочий до естественной кончины. И поэтому он ищет поддержку в различных государствах. Турция здесь не является исключением, но при этом необходимо понимать, что каждая из таких государств, где Путин ищет поддержку, если эти государства в состоянии, они будут пытаться максимально реализовывать свои интересы, которые раньше, скажем, для них были невозможными, поскольку Россия им противодействовала. Все то, что касается Сирии, вы знаете, что это же постоянное было противодействие, в том числе между Турцией и Россией. И Россия пыталась ограничивать возможности Турции, скажем так, для укрепления собственной безопасности, и для этого контролировать сопредельные к турецкой территории территории Сирии. И Россия, наоборот, пыталась максимально сделать Турцию зависимой от тех процессов, которые происходили в Сирии. Теперь настал сейчас Анкары. И Анкара, извините меня, выдавливает из Москвы все, что возможно, ради собственных интересов. А Путин на это идет не надеясь на какие-то особые дивиденды. Для него достаточно сейчас и желательно хотя бы гарантии, чтобы его не бросили перед международным судом. Он же чувствует приближение конца. Мне представляется, вот так сейчас развивается ситуация, в том числе и в таких высоких уровнях, какими должны быть взаимоотношения между суверенными государствами. Очень часто эти отношения базируются на таких примитивных планах, ожиданиях, интересах их носителей. Пан Арифат Чубаров, глава Меджлиса Крымско-Татарского народа. Был с нами.